В Якутске прошла выставка научно-технического творчества, посвященная столетию дополнительного образования в России. 250 учеников из школ, клубов и технических кружков города соревновались в трех возрастных категориях. Продолжит Евгения Андросова. Самолеты, машинки, роботы. Все сделано руками детей. Ярослав Гладких ученик девятой школы. Пять лет занимается техническим творчеством. На выставке будущий инженер показывает аэролодку. Она радиоуправляемая. От настоящего корабля отличается лишь размером. Я эту модель делал несколько недель. Делал все по чертежам. Ну и постарательность. Жалко то, что здесь нету водоема. Я бы показал, как она плавает. Авиамодельный клуб «Лайнер» привез на выставку самые габаритные модели. К удивлению, все эти самолеты летают. В прошлом году авиамодель «Ридбулл» заняла второе место на чемпионате России. Олег Шульга занимается второй год. Его макет – это начальный этап изготовления авиамодели. У меня к этому уже есть талант. Я уже могу делать своими руками, чтобы развивать руки, конечно. И с первого раза все не мог сделать. Я где-то со второго или с третьего раза. Мне желание ходить на этот кружок. Для младших школьников отдельная секция. Участвует в направлении начальное техническое моделирование. Здесь большая часть работ из картона, пенопласта, бисера и дерева. Очень радует, что молодеет выставка. Уже свободно участвуют школьники вторых классов, третьих, четвертых. Очень хорошо отвечают на вопросы, рассказывают о своих проектах. Кто-то даже уже программирует своих мини-роботов по определенным алгоритмам и так далее. Они, во-первых, смотрят и набираются опытом у других участников в технической выставке. Ну и соревновательный дух все равно дает ребятам какой-то стимул, чтобы его работа была оценена каким-то должным образом. Но если даже места не занимают ребята, они уже видят свой уровень, куда нужно стремиться. Все призеры станут участниками республиканской выставки. Впервые конкурс состоится в виртуальном формате. То есть самих ребят на конкурсе не будет. Посмотреть работу можно уже через две недели. Евгения Андросова, Павел Пахомов, Якутск.